Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и у нас сегодня с вами очередной прямой эфир. Я очень надеюсь, что эта тема вам понравится. Сегодня будет эфир немножечко, ну не могу сказать, что в непривычной для вас форме, но тем не менее, немножечко построена по-другому. Сегодня я расскажу вам несколько своих личных историй, но вообще буду больше сегодня говорить о своем личном опыте, потому что темка такая, мне кажется, очень важная, потому что мы будем сегодня говорить... Так, сейчас, сори. Мы сегодня будем говорить об X-факторе, о чем-то, что мы ищем в нашей жизни для того, чтобы решить свои проблемы, для того, чтобы наша жизнь стала лучше, и нам кажется, что это существует. И существует ли это на самом деле? Я тоже думаю, что да, но что же это такое? В общем, чтобы вас не путать, мы будем с вами приступать. Я, как всегда, буду благодарна вам, если вы не поленитесь после эфира оставить комментарий. Я вам за это очень благодарна, вы очень мотивируете меня проводить новые эфиры. Также хочу поблагодарить всех, кто делится моими эфирами, делает репосты, рекомендует друзьям. Мне это очень приятно. Я хочу вам сказать за это изначально большое спасибо, потому что редко за это благодаря. Мне хочется, чтобы вы знали, что я действительно это очень ценю, всегда с удовольствием все перечитываю, пересматриваю и радуюсь, что могла, могу вам пригодиться. Надеюсь, что буду еще долго пригождаться. Итак, давайте поговорим сегодня именно о том, как же найти нам нечто в нашей жизни, что сможет помочь нам ее изменить и привлечь в нее то, чего мы желаем. Хотя мы не всегда понимаем, чего именно мы желаем и что же мы ищем. Сегодня я хочу построить свое, хотел сказать, выступление, построить свой эфир на своей истории, потому что моя история достаточно показательная для меня. Именно благодаря своей истории, благодаря тому, что переживала я, я и начала, и отправилась на поиски тех ответов, которыми сегодня делюсь с вами, своим размышлизмом на определенные темы и очень счастлива, что могу многим из вас помогать. Я в 2008 году, до этого момента, я занималась, я была, можно сказать, звездой шоу-бизнеса. Я пела в женской поп-группе, которая называлась Гавана, и, в общем-то, плыла по течению, потому что я точно знала, что я хочу, чтобы моя жизнь была связана с некой публичностью, но, как и многие девочки и мальчики, после того, когда я закончила школу, и вдруг школа закончилась, прозвенел последний звонок, и нужно срочно выбирать свой жизненный путь, и для меня это оказалось тоже экстремальной достаточно забавой, но, тем не менее, тем не менее, я решила связать свою жизнь с творчеством, потому что до этого я решила ее связать с чем-то другим, я была напугана, перепугана и так далее. И когда я все-таки с течением обстоятельств, я попала на сцену и достаточно долго была в шоу-бизнесе, а затем вышла замуж, тоже это все произошло в такое одно мгновение, за полгода моя жизнь кардинально изменилась, я уже на этот момент знала, что я точно хочу чем-то заниматься, мне очень хотелось бизнеса. Бизнеса мне хотелось прежде всего потому, что мне нравилось всегда чем-то управлять. Такая была ключевая во мне потребность, чем-то управлять, в чем-то быть главной, за что-то отвечать, брать на себя ответственность. Всегда обожала эту функцию и опцию. И, в общем-то, так сложились обстоятельства, что я открыла свадебное агентство, и поскольку я не знала ничего ни о свадебном агентстве, ни о каком-либо другом бизнесе, было абсолютно все равно, что открывать, поэтому я пошла по принципу того, что как бы само шло на меня и что мне нравилось, то, что мне импонировало. Этим оказались свадьбы. И в свадьбах я пробыла достаточно долго, мне уже даже сложно сказать, какое это было, сколько лет это было, но это было там порядка 8 хороших лет точно я провела в свадьбах. Я стала свадебным организатором и, в общем-то, зашла на рынок, который был достаточно рыхлым, в нем не существовало каких-то конкретных правил, все было такое на коленке, такое непрофессиональное. И в этой индустрии я построила достаточно большую свадебную империю, и при этом, как уже те, кто меня смотрят, знают, что есть у меня такие замашки, я начала выстраивать все дальше и обучила порядка 4 тысяч свадебных организаторов, людей, которые имели отношение к свадьбе. И вы знаете, здесь произошло самое интересное, потому что я действительно достигла больших высот, я не хочу этому посвящать время, история не про это, я достигла больших высот в этом бизнесе, в цифрах, мы заработали с мужем, мы были партнеры и сейчас встаемся в бизнесе. Мы начали зарабатывать очень приличные суммы, очень приличные ежемесячные суммы, и с этих денег мы покупали квартиру, с этих денег мы покупали дорогие машины, с этих денег мы путешествовали, с этих денег, в общем-то, началась наша совместная история, такая история, где мы были вдвоем. И вот в какой-то момент это произошло после рождения второй моей дочери, что-то пошло не так во мне. Во мне, наверное, здесь пошло много моментов, один из них был возрастной, какой-то такой переходной возраст, другой из них был связан с рождением детей, третий был банальный, я просто очень сильно устала, потому что у меня не было ни декретов, ни выходных, ничего вообще. И мне очень нравился этот темп, но тем не менее было что-то, что мне очень не нравилось. И я плавно или резко, я уже даже не могу точно сказать, как-то это, когда происходит уже спустя время, сложно сказать, как это было, я решила уйти. Я решила уйти со свадебного рынка, и я решила уйти, потому что мне показалось, что есть какое-то другое дело, которое меня ждет. На тот момент я считала, что, в общем, у меня было много разных мыслей, я не буду, наверное, сегодня этим делиться. Вопрос просто заключался в том, что я ушла. Я ушла сама, насколько могла, но поскольку дело было очень раскручено, у нас было очень много онлайн-продуктов, и большая схема и система, еще эта схема, система несколько лет на моих менеджерах, на моих помощниках по инерции продержалась, как и организация свадеб, так и, собственно, бизнес-обучение. Но у меня было ощущение, что что-то я делаю не то, а вот что делать то, я не знала. И почему-то мне казалось, что я могу себе позволить отправиться на поиски, что я могу себе позволить отказаться от того, что я имею. Это выглядело очень романтично в моих глазах, как-то так, знаете, как герой красивого романа, когда ты решаешь начать жизнь с чистого листа, и вот ты сходишь с Олимпа, где ты достиг высот, ты машешь всем рукой, как Алла Пугачева, и говоришь, я завершаю свою карьеру. И дальше у меня появилось ощущение, что необходимо найти какое-то вот дело, какое-то такое дело, которое будет работать, какой-то новый интересный бизнес. И изначально я решила искать идею, идею, какую-то вот идею бизнеса интересного, что-то такое вот, что в дальнейшем мне захочется раскрывать. Первое время у нас были деньги, их стало становиться значительно меньше, но меня это не очень пугало, потому что я твердо была убеждена, что мы найдем это дело. Так наш опыт стал богатеть. Изначально мы открыли маркетинговое агентство. У нас была хорошая команда, у нас был хороший опыт, потому что мы раскручивали свой бизнес с полного нуля. Я прекрасно соображала в маркетинге, и мы стали, открыли свое агентство, и начали работать с разными компаниями. В процессе работы с разными компаниями я начала осознавать, что мне очень сильно не нравится работать с разными компаниями, потому что если в своем бизнесе, когда я делала маркетинг, я могла регулировать свой продукт, что я создаю, то делая маркетинг другим, очень часто маркетинг был значительно лучше продукта. И мы сталкивались с тем, что реклама была слишком хороша, и клиент был недоволен, потому что они не в состоянии были обработать такое количество заявок, или они не хотели под наш маркетинг подстраивать свой продукт, когда мы предлагали интересные решения, но для этого нужно было что-то сделать. Мы все время сталкивались с каким-то боем. А я тот человек, который привык править, который привык быть достаточно диктатором. У нас всегда происходила вся работа по принципу того, что мы придумали, за ночь сделали условно, и завтра уже запустили. Очень быстро работа. А с компаниями это все всегда было очень долго, сложно и болезненно, и в какой-то момент мы поняли, что нет, это не то дело, точно ради которого мы оставляли свадьбы. Я говорю «мы», потому что мой муж всегда шел в привязку со мной, поскольку я всегда являюсь генератором, а Сергей создает различные процессы, которые помогают, знаете, вот это «я тот самый сумасшедший артист», а Сергей строит сцены, собирает аудитории и прочие вещи. Итак, с маркетинговым агентством мы решили покончить. Какое-то время я плотно занималась консультированием личного коучинга. На удивление, несмотря на то, что я занималась свадьбами, ой, простите, мой супер, сейчас, мой супер не выдерживает, сейчас, секундочку, супер штатив мой дал сбой, давай, малыш, ты можешь. Несмотря на то, что я занималась свадьбами и вроде бы как я специализировалась на свадьбах, моими клиентами в консультациях бизнеса, вам это интересно или нет? А то, может быть, я могу это пролистать преамбулу этого и пойти к сути. Напишите, пожалуйста. Я пока продолжу говорить, чтобы не тратить время. Если напишите нет, я закончу. Моими клиентами были люди из разных бизнесов. Я консультировала банки, я консультировала новые компании с ритейлом, которые запускались. Я консультировала разные компании, которые запускали ресторанный бизнес. По ресторанному бизнесу был отдельный даже консалтинг. Тоже немножечко об этом расскажу. Люди обращались с агропромышленных каких-то вещей. То, за что я безумно благодарна, потому что, конечно, меня это очень сильно подпитывало. Ну как так? Я не специалист ни в одном из этих дел. Но людям всегда очень нравился мой подход. Я очень часто слышала от руководителей разных компаний, которые говорили, мы всегда ставим вас в пример. Насколько вы энергичны, насколько вы инноваторские, насколько вы подходите ко всему. И в какой-то момент я поняла, что я достаточно востребована на этом рынке. Но как-то, знаете, опять что ли меня не то, что-то не тянет. И как-то это немасштабируемо. Получается, я хотела работать меньше, а мне приходится работать еще больше. Затем у нас была история, я сейчас говорю не в хронологическом порядке, то, что вспоминаю, у нас была история, когда мы начали запускать флористический бизнес. Нам показалась эта идея интересной, запустить сеть флористическую франшизную. Мы хотели сделать классную, интересную сеть со своим концептом, которого мы не наблюдали. И, в общем-то, продавать франшизы, затем по разным городам, потому что нам казалась эта идея интересной. Но в этой теме мы побыли чуть больше года и поняли, что наше представление об этой сфере и о том, как это есть все на самом деле, не очень-то нам интересно. Мы привыкли к заработку других сумм и денег. И флористический бизнес нужно, конечно, очень сильно любить. И в моем понимании, в идеале, либо быть флористом, либо быть агрокомпанией, которая выращивает цветы, которая поставляет цветы. В этом случае это можно будет назвать бизнесом. Таким образом, эта тема тоже была для нас закрыта, компания была продана. Затем у нас был опыт интересный с ресторанным консалтингом. Мы работали с несколькими ресторанными сетями, тоже, которым нравился наш маркетинг, наш подход. Мы с Сергеем занимались этой темой, которую тоже впоследствии осознали, что не является для нас подходящей. Затем был период, когда мы создали на Ютьюбе, мы начали развивать Ютьюб, мы создали бизнес-шоу на моем Ютьюб-канале и начали работать с Ютьюбом. Ютьюб мне, конечно, очень сильно нравился, и мы совмещали там консалтинг, то есть, по сути, к нам приходили компании или маленькие предприниматели, и мы помогали им стать лучше, показывали, указывали им их ошибки и помогали им стать лучше с помощью команды. Но, опять-таки, через какое-то время, наверное, я не знаю, сколько прошло, полгода или год, мы также осознали, что, ну, как бы, эта тема не приведет нас к тем результатам, которые мы хотим, и, в общем-то, ну, в общем, эта история была не та. Затем мы начали развивать Ютьюб-каналы другим, снимать им контент, я начала разрабатывать стратегии Ютьюб-каналов для компаний, и спустя время я тоже осознала, что это не то, чем я хочу заниматься. В процессе у меня было партнерство с женским бизнес-клубом, куда я вошла как партнер и пробыла там, наверное, с полгода, не могу уже точно сказать сроки, потому что время так летит, спустя ты не видишь. В общем-то, и эта тема мне не зашла. И вот, к чему я вам это все рассказываю, зачем? Я рассказываю вам это, потому что хочу показать, что иногда, когда что-то в нашей жизни идет не так, мы пытаемся найти ответ в чем-то вот таком. Например, я занимаюсь не той нишей. Вот если я найду ту нишу, то тогда будет все классно. Или мы так делаем, когда мы, например, не можем найти подходящего партнера. Нам кажется, что вот просто это партнер не подходящий, а когда мы будем искать следующего, то, возможно, в следующий будет подходящий. И вот, когда у нас проходит 3, 5, 10 бизнесов, партнеров, каких-то попыток в жизни, очень важно подвести такую черту, как в примере, общий знаменатель, и поискать, что общего между всем этим. Это очень важно. Я подвела эту черту и начала понимать, что первое, все это не давало мне энергии. Это очень важный момент. Например, что такое энергия в отношениях? Энергия в отношениях – это когда спустя одного, одного, проведенного месяца вместе, мне по-прежнему хочется встать ночью и побежать к нему на свидание. Первый момент. Мне по-прежнему важно, что он обо мне думает. Мне по-прежнему важно, чтобы ему было со мной хорошо. Если мы говорим о бизнесе, мне важно, что спустя какое-то время мне по-прежнему хочется развиваться, думать об этом, гореть, бежать, придумывать, заводить свою команду. Я поняла, что ни в одном из этих бизнесов не было этой энергии, которая бы приходила ко мне спустя месяца-двух после запуска проектов. Я понимала, что когда проекты запускались, достаточно быстро я чувствовала, что что-то не то. Вот это было абсолютно честным моментом. Я вам скажу, что когда я запускала свадебный бизнес, он далеко не сразу стал прибыльным, но я могла ночами не спать, настолько сильно он меня заводил. просто я думала о том, что делать круглосуточно, меня просто штырило. Ни с одним из этих бизнесов так не было. Второй момент общего знаменателя. У меня уже был опыт, и уже я знала, я уже вышла на определенный финансовый уровень в своей жизни, понимание того, сколько я хочу зарабатывать, потому что я уже эти деньги зарабатывала. Но ни в одном из этих бизнесов и близко я не могла подойти к тем суммам и цифрам, и не знала, как к ним подойти, и скорее всего, не хотела знать, это, наверное, ключевое, как те деньги, которые мне уже интересны. Потому что как ни крути, когда ты предприниматель, в тебе живет такой человек, который любит поднимать планку. То есть тебе все время интересно. Если вы когда-то танцевали, забыла, как это называется, под палочкой, помните? И там все время эту палку опускают, опускают, и ты должен пройти все ниже. То азартные люди очень сильно заводятся. Спортсмены все время должны себе, значит, там либо укорачивать время, либо поднимать вес. В этом есть интерес. И в бизнесе точно так же. Те люди, которые говорят, что мне достаточно заниматься любимым делом и получать какие-то деньги, это типичные наемные сотрудники. Сам по себе предприниматель это драйвер. Это человек, который все время будет экспериментировать и пробовать. Больше, меньше, выше, ниже. Это человек, который никогда не остановится. Это игрок. Прежде всего. И я понимала, какие деньги интересны мне. Потому что я понимала, что уровень игры будет другой. И вот подведя эту черту общего знаменателя, я поняла, что здесь этого нет. Я задала себе вопрос, а что же ты ищешь на самом деле? Я ответила себе, я ищу нишу, которой загорюсь. И в этот момент я осознала, что я себе вру. Что я себе вру. Потому что получается, что я ищу нечто, что меня заведет. Это как в отношениях, когда ты говоришь партнеру, сделай что-нибудь, чтобы мне понравилось. А сама сидишь такая, как царица, и делать ничего не хочешь. И тут вопрос, почему же тогда, когда тебе было 18, и парень с жетончиком метро в кармане, не имея никаких денег, стрёмненький, одетый в недорогую одежду, до сих пор где-то живет в твоих мозгах? Почему же он смог тебя так увлечь, включить в процесс? А вот тот парень в дорогом костюме, который тебе так дарит тебе цветы, думает о тебе, он тебе не интересен. Я надеюсь, вы поняли мою метафору. Дело в том, что нам только кажется, что мы ищем нечто, и это нечто существует, и оно должно с нами что-то сделать. На самом деле, сделать что-то должны мы. Что? Проживая эту жизнь, в нескольких годах, когда я открывала все эти бизнесы, тестила, периодами казалась себе счастливой, я осознала, что это сильно изменило уже мою жизнь. Почему? Потому что денег стало меньше, мое собственное ощущение нужности и важности для мира и для людей стало меньше. Если раньше я говорила, что я свадебный организатор, и все знали, какой я свадебный организатор, я люблю быть первой, я была топом, то сейчас я перестала быть свадебным организатором, а так и не поняла, кем я стала. И я поняла, что это начало на меня влиять. Как именно? Я начала все чаще верить, обсуждать и говорить в то, что время настало тяжелое. Время поменялось, дело не во мне, я же пробую, я же пытаюсь. Время поменялось. Денег у людей стало меньше. Я стала все чаще обсуждать эту тему со своим мужем, что денег стало меньше, поэтому наши бизнесы так не могут идти, а если наши бизнесы не идут, то мы, соответственно, и не загораемся, потому что это стремно, когда ты что-то делаешь, и это покупает три человека. Ты хотел, чтобы ты купила хотя бы триста человек, три тысячи человек, три миллиона человек, а это покупает три, и то не всегда. Ты начинаешь, я начала больше обсуждать других, промывать косточки, знаете, а что там у того, 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 и в этом словно пряталась от своей реальности, ведь понимаете, когда мы сосредоточены на других, мы расфокустируемся с себя. это то, почему люди очень сильно любят обсуждать чужие отношения, вот мне часто задают вопросы, что вы думаете об этих отношениях, об этих, я всегда говорю одно и то же, мне бы со своими разобраться. Я люблю светить на себя, но в тот момент, в тот период жизни я поняла, что я стала больше занята другими, потому что я не знала, что делать мне, и я все больше стала отвлекаться на других, на других людей, на другие сериалы, на телевизоры, на истории, я стала каждый день смотреть новости, я стала бежать от себя, потому что я не понимала, что делать. Я стала все чаще чувствовать себя подавленной и ненужной. Такое состояние подавленности, когда ты себя как будто бы утешаешь, что все будет хорошо, конечно будет, но тем не менее эту подавленность ты не можешь от себя скрыть. Я стала искать, кому сейчас тоже плохо, кто сейчас тоже переживает кризисы и страшно радоваться, когда видела, что у других идут тоже спады, это очень утешает, это как, знаете, ты поправилась и твоя подружка после родов поправилась и сразу легче становится, особенно если она поправилась больше. Я стала это ощущать, я стала часто злиться на жизнь и на себя, я кричала, но это несправедливо, ведь при всем этом я не отдыхала ни дня, я не прохолаживалась, я каждый день искала что-то, мы с мужем постоянно занимались работой, мы постоянно были в офисе, я мало видела своих детей, мы пытались, но тем не менее я страшно злилась из-за этого, как же так, что же это за несправедливая жизнь, когда ты столько пытаешься, столько стараешься, а она тебе не дает, а у тебя не получается. Дальше стало еще хуже, я стала высмеивать богатых людей, я все чаще стала замечать, как я осуждаю девочек, которые покупают дорогую одежду, как я посмеиваясь прохожу мимо магазинов Шанель, как я точечно, но высмеиваю все, что имело тот уровень, который стал мне недосягаем. Я сейчас говорю абсолютную правду, я говорю вам это для того, чтобы вы очень четко уловили взаимосвязь, я абсолютно не шучу и не юлю, я действительно тот же человек, который есть сейчас, и вот с теми мыслями и ощущениями, которые я сейчас рассказываю, я была несколько лет назад, не сто, и даже не десять, значительно меньшее время. Я перестала замечать то, что раньше меня вдохновляло, я перестала замечать хороший отдых, дорогие магазины, дорогие рестораны, то, чему я раньше поражалась в людях, как люди не хотят этого, я перестала это замечать, почему, потому что это было больно, потому что гораздо проще научиться не замечать дорогую, шикарную жизнь, вытереть ее для себя, закрыть, чем переживать боль, когда ты понимаешь, что ты не можешь себе этого позволить. это похоже на то, когда вы детей перестаете водить в магазин игрушек, чтобы там, стоя возле каждой полки, не рассказывать своему ребенку, глядя на ценник сумасшедшими глазами, что ему это не нужно, что на этого не заработали, что это вообще фигня, а это завтра сломается, когда мы не можем себе что-то позволить, мы можем либо обсирать это, либо что значительно проще отключить это от себя, вырезав это из своей собственной реальности, и я стала делать именно это, но самое главное, я стала постоянно придумывать оправдание всему, это столько не стоит, это мне не нужно, когда я ходила два года с одним айфоном, а в моей жизни никогда такого не было, потому что я привыкла всегда, каждый год мой муж покупает мне новый телефон, такая у нас традиция пожизненная, я стала смеяться и говорить, а зачем люди тратят деньги, эти безумные двушка баксов стоит новый айфон, мы всегда покупаем айфон в максимальной комплектации максимального размера, максимальной модели, которая выходит, он всегда стоит порядка двушки, я стала высмеивать это и говорить, ну что за глупости, но по этому телефону тоже можно говорить, у него тоже есть камера, и он прекрасно работает, и можно менять телефон раз в три года, в четыре, зачем менять его каждый год, и я не буду сейчас говорить о том, что действительно можно или нельзя, я буду говорить о том, что я стала к тому, к чему раньше я относилась, как относилась, я стала относиться с критикой, таким образом включилась моя защитная реакция, и знаете, что происходило, мы каждый день шли в офис, мы каждый день что-то придумывали, мы каждый день работали, и мы зарабатывали деньги, зарабатывали, но этих денег хватало ровно на наши какие-то расходы, персонал, рекламы, много, но денег хотя бы чуть-чуть, которые можно было с удовольствием потратить на себя, их не хватало катастрофически, и вот когда я начала анализировать, что же происходило на самом деле, я поняла, что это можно сравнить с тем, как будто бы мы одновременно жмем на газ и на тормоз, потому что с одной стороны своими действиями мы активно плыли, но с другой стороны мы постоянно говорили себе не могу, представьте себе такой пример, вы решили выиграть соревнования в любом виде спорта, в каком-то, вы тренировались, легкая атлетика, бег, 100 метровка, и вы каждый день ходите на тренировки и бегаете, но при этом каждый раз, когда вы бежите, вы говорите себе, я никогда не выиграю, я не верю, что я смогу выиграть, быть победителем это не для меня, попробуйте сделать хотя бы что-нибудь проговаривая себе нечто подобное, попробуйте провести тренировку в зале, когда вы постоянно говорите себе не могу, не получается, нету сил, не смогу, не сделаю, это похоже именно на то, что я сказала, когда вы с одной стороны жмете на газ, но с другой сами же жмете на тормоз, и вот именно этим мы с вами занимаемся, когда мы с одной стороны пытаемся найти выход из ситуации, из жизненной ситуации, когда вы говорите о том, что я хочу изменить свою жизнь, мне надоело то, как я живу, я хочу начать зарабатывать, я хочу перейти в другую реальность, я хочу научиться думать иначе, я хочу изменить свое окружение, но при этом постоянно говорите себе осознанно и неосознанно, что вы не можете, что у вас есть миллион причин этого не сделать, когда вы говорите себе не смогу, когда вы говорите себе, но у меня нету времени, когда вы говорите себе, но у меня нету денег, когда вы говорите себе, я хочу уйти, но меня что-то не пускает, но я боюсь, Вы жмёте на газ и на тормоз одновременно. Мы, можно сказать, что когда мы думаем и проговариваем себе все вещи, которые мы не можем и почему мы не можем, мы с вами создаём некий образ, представьте себе, некий образ. Вот вы говорите, я не могу, у меня не получится, это не про меня, сегодня невозможно заработать, хороших отношений, нормальных не построить, у меня уже не тот возраст. Вы создаёте себе некий образ такого, как это сказать на русском языке, господи, все языки уже слились, воображаемого помощника, вот представляете, который выполняет всё то, что вы говорите. Вы говорите, не могу, не получается, я слишком, второе, он всё это слышит, он из этого создаётся, и он делает всё то, что вы ему сказали. И когда вы бежите и говорите, я не могу, у меня не получится, он вас держит, он говорит, конечно, не можешь, конечно, не получится, но если бы вы сказали ему, я выиграю, он бы взял вас на руки и пронёс вперёд. Почему мы так не делаем? Потому что нас никто не научил думать. Потому что, как я уже много раз говорила, осознанность приходит к нам только тогда, когда мы либо, а, от чего-то пробуждаемся, либо, б, больно бьёмся об стену и смотрим уже на выход из нашей жизни. Когда ситуация складывается такой, что между нами и жизнью появляется сквозная дыра, и мы вдруг смотрим туда и понимаем, что нам не хочется, и нам очень сильно хочется вернуться. Что же произошло со мной? Вам же наверняка интересно узнать мою сегодняшнюю версию. Дело в том, что проходит время, и я смотрю на свою историю всё время более новыми и другими глазами. Я точно так же, как и вы, каждый день меняюсь. И ракурс того, что я могу видеть, поднимаясь выше, становится больше. И поэтому даже свою собственную трансформацию я могу рассматривать под разными углами, и поэтому и говорю про версии. Когда ситуация была такой, как я описала, с одной стороны мы пробовали все варианты, а с другой стороны очень сильно страдали, мы дошли до того момента, когда мы поняли, что всё, мы сбросили все балласты, мы поувольняли всех людей, мы отказались от офиса, мы полностью всё сбросили, и у нас больше нету времени на эксперименты. Мы идём ко дну, мы уже практически лежим на нём. И вот, знаете, наверное, это и было моей личной встречей, моей и мужа, потому что мы с ним связаны очень плотно, и были, и есть. И мы увидели вот это самое наше днище для нас личное. Мы понимали, что дальше для нас пойдёт процесс продажи имущества, или сдачу её в аренды, то есть нам каким-то образом нужно дальше выживать. Но мы же помнили, что успех-то у нас был, и вот тогда-то и включилась голова. Я задала себе вопрос, а что же тогда такого успешного, как мы достигли этого успеха, как мы зарабатывали такие деньги? Что тех нас отличало от нас этих? Ведь наша история с Сергеем начиналась тоже с дна, потому что когда мы познакомились, у Серёжи была прекрасная финансовая ситуация, а спустя полгода она стала никакая. А через год мы просто легли на дно пуза, и дальше поднимались вместе с самого дна, с минусов, с долгов. И это было удивительно, потому что в такие моменты твоя голова начинает включаться. Ты начинаешь задавать себе вопрос, скажи мне, что делать? В такие моменты ты обращаешься к себе. И это было феерично. Я не побоюсь вам этого сказать. Потому что когда я, чувствуя себя на дне, в прямом смысле этого слова, начала задавать себе вопросы, что делать, Оля? Я поняла, что мне хочется куда-то уйти, как мы говорим, в нирвану, и там зависнуть. А как уйти в нирвану и зависнуть? Я просто закрыла глаза. И начала задавать себе вопросы. И это было фантастически. Просто фантастически. Потому что в этот момент у меня просто, как ваши сердечки, начало все подниматься на поверхность. Это случилось настолько быстро, что если бы мне кто-то об этом сказал, то я бы вообще, вообще не поверила бы в это никогда. Дело в том, что у нас у людей есть такая интересная черта. Когда у нас все в жизни хорошо, мы начинаем считать, что у нас такая корона начинает какая-то вырастать. Нам кажется, что у нас хорошо, потому что мы какие-то особенные и очень крутые. Что-то мы такое вот под Богом родились. Но на самом деле мы все там родились. под большой энергетической Вселенной. И я, находясь в состоянии вопроса в себе, это медитативное состояние, такое состояние медитации, когда ты абсолютно расслаблен. Помните такое состояние, когда вы много плакали, переживали? Пережили какое-то нервное, сильное потрясение. И вот вы настолько сильно его пережили, и потом сидите, вам говорят, ну все будет хорошо, все будет хорошо. А ты сидишь, у тебя такое состояние пустоты. Со мной это случилось как раз в тот день, когда к нам пришел риэлтор в нашу квартиру, посмотреть ее для сдачи. Я страшно выродилась, страшно выродилась. Я поняла, что, ну как бы, моей нынешней реальности пришел конец. Вот было такое ощущение. Я поняла, что сейчас мы будем съезжать с этой квартиры, что, скорее всего, я буду съезжать от Сергея из жизни его, потому что я не смогу жить больше с мужчиной, который не спас мою жизнь, который позволил ей разрушиться. Я поняла, что я хуевая мать. И вот такое состояние было. И я помню его. И когда я выродалась, все это прошло, я сидела с таким, как после дождя, такое чистое. Я сидела и говорила себе, что делать, Оля, что делать, ты такая умная, ты должна найти решение, ты такая умная. И это было забавно, что в этот момент я себе сказала, кто-то мне там сказал, а как ты хочешь? А чего ты хочешь? А почему ты не делаешь практики? Что? Какие практики? Состояние похоже на такое немножко обкуренности какой-то. Я, правда, не курила, но догадываюсь, что ты где-то так. И я вспомнила, что в 2010 году, когда мы с Сережей очень сильно пытались вырваться из нашего первого финансового и личного кризиса, мы начали заниматься и изучать практики. практики, мы начали изучать, мы начали изучать, мы начали практиковать каждый день. Спустя год мы очень сильно выросли тогда в 10 раз. После первого года мы выросли еще в 10 раз. Но когда прошло время, мне показалось, что выросли-то мы не из-за практик, выросли, потому что мы классные, выросли-то мы точно не из-за этого. Ну не могли мы вырасти из-за того, что мы начали что-то в голове, свое мышление какое-то менять и медитировать. Ну точно не из-за этого. Мы выросли, потому что мы много работали, усердно, мы выросли, потому что мы классные, потому что мы талантливые, но точно не потому, что мы делали какие-то практики дурацкие. И вот я сижу и думаю, а если мы выросли, потому что мы начали их делать? И я пришла к Сереже и сказала, нам уже нечего с тобой терять, давай начнем. И, наверное, это должно было произойти со мной, потому что благодаря этому я сегодня могу помогать огромному количеству людей, огромному. И я надеюсь, что я уверена, что это будут миллионы. огромное, но за один месяц, за один гребаный месяц я вернула себе всю свою жизнь. Клянусь. Я вернула себе веру в себя, я вернула себе деньги, я вернула себе силу, я вернула свою семью, свой дом. И я осознала, что я постоянно искала что-то вовне, что должно повлиять на мою жизнь. А влияли на мою жизнь и влияют всегда только одно – мой внутренний настрой, мои мысли, мое умение создавать реальность. Как я могла получать какую-то реальность, крутую, если в какой-то момент я зазналась, если в какой-то момент я начала страдать от денег, если в какой-то момент я начала говорить о том, что я уже устала зарабатывать эти деньги и что не в деньгах счастья. Что могла дать мне Вселенная, если я, достигнув сумасшедших вершин, начала ныть и страдать. И говорить о том, что я женщина, и говорить о том, что мужчина должен зарабатывать больше, а мой мужчина зарабатывает вместе со мной, а почему мы зарабатываем вместе, пусть он зарабатывает сам без меня. Я начала в своей жизни творить ахинею. Я как сумасшедший, набухавшийся дирижер, который начал разламывать скрипки, который начал бросаться в тромбон и кричать, что он гениальный. И пусть этот оркестр попробует сыграть без него. Я начала искать бизнесы, которые бы могли развиваться. Я хотела показать всем, что они без меня ничтожны. И я показала всем и себе. Показала, что я тоже ничтожна. Потому что я забыла, кто я. Я забыла, что я слуга. Я забыла, что я пришла сюда, чтобы служить. Я забыла, что я пришла сюда, чтобы получать удовольствие, давать это удовольствие другим. И я вам сейчас говорю, я давно не поднимала эту тему. Но я вам это говорю очень искренне. И хочу, чтобы вы поняли, что вот этот х-фактор, он находится в вас. что только когда вы будете готовы поработать над собой и разобраться с тем мусорником, который есть внутри вас, когда вы его очистите, когда вы приведёте его в порядок и перестанете перекладывать ответственность на счастливые случаи, на богатых родителей, на стечение обстоятельств, страны, какая разница, в какой стране ты живёшь, куда ты переедешь. Ты переедешь с собой. Ты можешь быть мусорщиком и в Америке, и в Испании. Мало того, в другой стране тебе будет ещё сложнее, потому что у тебя там нету ни гражданства, ни языка, ни близких людей, ни дома, ни куда-то друга, к которому ты можешь сбежать. Я хочу, чтобы вы понимали это. Я занимаюсь своим рерайтером жизни, потому что я глубоко убеждена в том, что этот продукт, те знания, которыми я делюсь, ту энергию, которую я отдаю, очень сильно нужны людям для личной трансформации, не для того, чтобы заработать больше или купить платье, не для того, чтобы открыть бизнес за 5 дней, не для того, чтобы похудеть за 15, для того, чтобы внутри себя найти свою нить, свою жизненную нить и перестать хвататься за что-то навязанное в мире. Когда вы начинаете открывать себя, когда вы понимаете, насколько вам вредит зависть, насколько вам вредит весь негатив, насколько мы неправильно толкуем всё, что с нами происходит, вы сбрасываете камни, а вместе с камнями вы сбрасываете бедность, вы сбрасываете болезни, вы сбрасываете колоссальный груст, колоссальный. Я сейчас говорю, у меня при таких фразах начинает горло болеть, потому что я говорю очень важные вещи, я очень хочу, чтобы вы это поняли. Я хочу, чтобы вы осознали, что до тех пор, пока вы сами себя не достанете, пока вы не поймёте взаимосвязь между своими мыслями, эмоциями и реальностью, пока вы не поймёте, что то, что есть вокруг вас, это вы создали, вы создаёте это каждый день. И вы создаёте, не понимая, что вы создаёте. Вы как автомат, который что-то из себя выдёргивает, но вы можете выбирать, что создавать. Вы можете выбирать, вы можете строить то, что вам нужно, вместо того, чтобы просто бросаться и отравлять часто свою жизнь. Поэтому я пообещала себе, что то служение, которым я занимаюсь, будет со мной до конца дней. Это не бизнес-проект, это не проект, как заработать денег. Я очень благодарна каждому, что вы платите мне за это, потому что это позволяет мне получать свою жизнь мечты, но это позволяет мне и служить с удовольствием. Те вещи, которые я рассказываю, это не то, что придумала я. Это знания, которые передаются уже десятилетиями, возможно, что-то даже столетия. Какие-то очень многие вещи, это библейские даже знания. Каждый… Знаете, вот у меня недавно спросили вопрос по поводу Библии, Бога. Я сказала такое своё видение, что очень много разных учений, вер, по сути, несут одно и то же. Есть такое впечатление, вот знаете, если я вам что-то расскажу, например, вот у вас сейчас там в чате 161, то каждый из вас, пересказывая это, перескажет это по-своему. Так вот я думаю, что на самом деле приблизительно так и было, что каждая вера, каждая трактовка чего-то, того, что пересекается, похоже, часто люди говорят, это в этой книге, а это из Библии, а это трендсерфинг реальности, а это я слышала, это у Наполеона, а это у того. Вот это перешедший и прожитый опыт каждого из них, из нас, но суть ведь заключается в том, чтобы эта информация дошла до вас, и для кого-то она доходит от кого-то одного, а для кого-то она дойдёт через меня, через то, как я это могу подать. Есть множество людей, которые читают огромное количество книг, фильмов, и я такая была, и не слышат. А потом происходит контакт с кем-то, кто является его проводником, его учителем, его наставником. Мы все друг для друга учителя. Я научилась видеть в каждом человеке, который находится в моём близком окружении, учителя. Я понимаю, что некоторые люди, да не некоторые, многие, кто входят со мной в тесный контакт, в чём-то для меня учителя. И я сейчас начинаю это видеть, открывать. Это тоже очень важно и интересно. Но я, наверное, являюсь для большего количества людей, ну такой более видимый транслятор, мощный, потому что я это делаю осознанно. Нас учат неосознанно, происходят какие-то ситуации, ещё что-то, и мы получаем некий опыт. Если мы способны его анализировать, это круто. Я говорю открыто. Я транслятор, хотите? Я ни в коем случае не трактую себя как великого гуру. Нет. Я вот, знаете, такой пропускной проводник. Ну вот проводник. Я просто через себя пропускаю, потому что я умею рассказать сложное простым языком, и я обладаю некой энергетической силой, которая способна зайти. Это не моё. Это мне не принадлежит. Я уже говорила миллион раз, что у меня такое количество энергии, что иногда я прям понимаю, что я могу стать ночью и просто, я не знаю, разбудить весь дом или всю страну. Но я не хочу её так по-идиотски использовать, конечно же. Поэтому это очень важно. Я хочу до вас достучаться. Именно поэтому я каждый раз вам говорю. Приходите на рерайтер. Ну дайте себе хотя бы возможность послушать. Ну а вдруг вы начнёте проходить, и вы поймёте, что мне это надо. А может быть наоборот. Поэтому я всё время придумываю, как сделать ваши касания легче. Потому что в любом случае я знаю, что бесплатное ценится мало. Я знаю, что у меня огромное количество эфиров, но люди не хотят их все пересмотреть. У них нет времени. И я прекрасно это понимаю. Поэтому я всё время стараюсь создавать нечто максимально компактное, ёмкое и движущее. Поэтому я не соглашаюсь, когда сейчас мне большое количество инфопродюсеров предлагают, мы вам всё запустим, автоматизируем. Я говорю, автоматизировать можно всё, но не меня. Людям нужна я. Поэтому я живу в чатах, вживую. Поэтому я общаюсь, поэтому я стараюсь каждого человека поддержать, потому что я чувствую это, ну своей таким, ну не хочу говорить эти слова, миссии, предназначения. Я просто чувствую это своим делом. Своим делом. Есть потрясающие певцы, которые выходят на сцену, и ты готов хлопотем до утра стоя. Это их дело. Моё дело — делать свою работу. Я невероятно счастлива, что всё, что со мной произошло, все вот эти вот ситуации, все эти очень болезненные точки были в моей жизни. Потому что я понимаю, что моя корона никогда бы не дала мне этого понять, если бы самой жопой мне не пришлось бы прошкрябать о свадьбе. где-то так. В ютюбе часто спрашивают, один ли и тот же человек спрашивает меня показать сиськи в эфире. Вот сейчас один и тот же человек, вы просто не будете видеть комментарии, спрашивает меня в носочках ли я. Вы должны осознать, что в жизни есть разные люди, и что мы вольны выбирать, что видеть, что слышать и какой делать в свою жизнь. И кто-то, что бы я ни говорила, всегда будет видеть сиськи и спрашивать о носочках. И я это принимаю. Мне искренне хочется верить, что будут и другие. Когда вы в своей жизни начнете заниматься пробуждением, вы начнете видеть жизнь иначе. И вы начнете видеть, как много вокруг вас людей, живущих совсем в другой реальности. Как много людей, которые не желают ничего слышать, даже если ты шепчешь им это утром на ушко. Как много людей, которым ты хочешь помочь, а они кусают твою руку. Как много людей, которые не хотят твоей помощи. Я обожаю этот постулат Зеланда, который звучит «Позволь себе быть собой, а другому быть другим». Очень непросто научиться принимать других людей. И удивительно, но когда ты вчера был как они, а сегодня начинаешь меняться, они бесят тебя еще гораздо больше. Но когда ты входишь в это состояние изменений, ты позволяешь все-таки и себе быть собой неидеальному, и другим тоже быть неидеальными. Поэтому здесь вы должны понимать, что мы не можем поменять мир, но мы можем поменять себя. И исходя из того, как мы изменим себя, изменится и все остальное. И ваша реальность точна. Я часто люблю повторять, какой бы попе вы сегодня не находились, чтобы сегодня плохого в вашей жизни не происходило, это можно изменить. Первое, что нужно сделать, перестать об этом думать. Перестать думать о том, что вы тонете. и судорожно кричать, мне нужен круг. Важно переключиться и подумать о том классном, чего вы на самом деле хотите. И подумать о том, что вы для этого можете сделать. Не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы получить удовольствие. Переключить свой внутренний выключатель, переключатель. С говно я тону, но я лечу. И вы увидите, какое чудо может произойти. Это я вам говорю из собственного опыта. Я знаю, что когда ты тонешь, очень сложно поверить, что ты способен выплыть. Очень сложно. Но когда ты выплываешь и смотришь на тонущего, ты не можешь понять, почему он не хочет бросить камень. Ты видишь, что он сам держит свой камень и не желает его отпускать. Я сегодня имею прекрасную возможность пригласить вас на пробную версию марафона Рерайтер Жизни. Потому что сегодня один из тех немногочисленных дней, когда эта версия доступна. Уже во время пробной версии я обещаю вам миллион инсайтов. Это правда. Стоит пробная версия 5 баксов. Я проверяла. Это где-то чизбургер меню в маке. Там, кстати, много калорий. Чизбургер. Не Big Mac. Ничего-то там. Не Big Tasty. Такое. Чуть-чуть. Капельку. Каждый день вы самостоятельно делаете выбор. И каждый день вы чем-то заняты. И каждый день у вас есть много страхов. И еще всего есть много. И у меня тоже. Но я пообещала себе, что больше никогда не отпущу свой канат. Я больше никогда не откажусь от этих практик. Я каждый день работаю над своими мыслями, над своими чувствами. Потому что я уже очень хорошо знаю, как сильно то, что находится в нас внутри, тот самый X-фактор, влияет на нашу реальность. И все, что у нас есть сегодня, это наша с вами собственная заслуга. Вот, собственно, и все на сегодня. Я вам благодарна за этот эфир. Я вас приглашаю на рерайтер. Ссылка у меня есть в профиле. Вы можете перейти. Если вы вдруг не можете этого сделать, она затерялась, вы можете написать мне в директ. Я вам с удовольствием пришлю эту ссылку. В качестве благодарности и небольшой оплаты, если вам сегодня было интересно, я вас попрошу, как всегда, написать мне комментарий, для того, чтобы люди другие могли узнать об этом эфире и понять, смотреть его, не смотреть, тратить ли свое время. Я хочу, чтобы вы над сегодняшним эфиром подумали, поразмышляли и обратились к себе и спросили себя, а мне что делать? Помните о том, что ответы на все вопросы есть внутри каждого из нас. И это единственный человек, кому нужно задавать вопросы, особенно если они очень важны и очень сокровенны. для того, как мы хотим, чтобы выяснить,